Сезон навигации закрыт. Официально запрет на движение маломерных судов по водоемам области вступил в силу 23 ноября. Но до сих пор находятся такие смельчаки, которые готовы рискнуть жизнью и нарушить запрет. Инспекторы ГИМС решили отправиться в рейд, чтобы наказать тех, кто обходит закон. Чем опасен сейчас спуск на воду, выяснила наша съемочная группа. Уважаемые, вы в курсе вообще, что навигация закрылась? Нет, не в курсе. О том, что сезон навигации закрыт, не знали, уверяют эти мужчины. А потому без зазрения совести спустили лодку на Волгу. Между тем, запрет на водные путешествия действует уже неделю. Иван Григорьев об этом знал, но предпочел рискнуть. Мужчине срочно понадобилось на дачу, и он решил добраться побыстрее на лодке. Правда, признает, спуск на воду при низких температурах – дело рискованное. Ну, обледенело, брызг попадает, леденеет катер, что же делать. И поскользнуться можно, вывалиться. Ну, а вы поскользяете, вывалитесь, не боитесь замерзнуть? Ну, риск – благородное дело, как говорится. Многие судовладельцы готовы нарушить запрет, говорят сотрудники ГИМС. Но при этом каждый рискует своей жизнью и жизнями своих пассажиров. Этот период, когда на Волге еще не образовался плотный ледяной покров – один из самых опасных. Происходит интенсивное ледообразование, которое также может спокойно двигаться по воде. Если маломерное судно типа ПВХ на ходу соприкоснется с этой льдиной, что произойдет? Произойдет пробоины. У человека, который на этом маломерном судне типа ПВХ будет эксплуатироваться, у него запаса аварийной половой части нету, и у него запаса небезопасный. У него возможность погибнуть очень большая. В холодной воде долго не выдержит даже здоровый и закаленный человек. А потому инспекторы призывают судовладельцев не рисковать своей жизнью. Ну а тем, кто все же готов нарушить запрет, придется заплатить штраф. На всех, кто после окончания сезона навигации выходит на воду, будут составляться административные протоколы. Елена Петрова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.